Сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный праздник. В честь этого в постпредствии Якутии в Москве прожило торжество. Там поздравляли ветеранов МВД, отдавших службе много лет. Подробности далее. Ветеранов поздравил министр внутренних дел в республике Саха-Якутия Владимир Прокопенко. Я хочу вас сегодня поздравить, пожелать, чтобы вы всегда находились в строю крепкого здоровья вам, вашим близким и всего самого наглудшего. С праздником! Особенно приятно гостям было увидеть своих якутских коллег, членов Совета ветеранов Якутии, с кем начинали работу в органах в сложные, перестроечные, лихие 90-е годы, с кем достойно прошли все этапы службы. Перед собравшимися выступил заместитель постоянного представителя Якутии в Москве Юрий Заболев, который вручил награды, приветственные адреса, почетные грамоты. Самая высокая российская награда, орден за заслуги перед Отечеством, была вручена Александру Ивановичу Деркач, который около 30 лет отслужил в Якутии, пройдя путь от лейтенанта милиции до заместителя начальника Октябрьского РОВД по оперативной работе. На протяжении последних 20 лет, кто немножко меньше, кто дольше живет в Москве, впервые нас, ветерана, собрало посредство. И я считаю, что это очень хорошая традиция, которая, с моей точки зрения, должна будет продолгаться. Мы с вами выслушали приветствие наших коллег, которые остались в Якутии. Я хочу от вашего имени поблагодарить Юрия Степановича Паспреда за то, что он организовал такое хорошее мероприятие. Спасибо Паспредству, что помнит о нас, о нас, ветеранах. Спасибо, что не забыли вручить благодарность за то, что мы отработали на земле Якутии по 25-30 лет, многие из нас. Каждый ветеран достоин своей страницы в истории милиции Якутии и России. Каждый с честью выполнял свой долг и, находясь в запасе, продолжает общественную ветеранскую работу, передавая свой огромный опыт молодым сотрудникам органов внутренних дел. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НВК Саха, Москва.